Закрытие Starbucks, новая зараза и уход дипломата из МИД. Здравствуйте, с вами Любовь Орлова. Российские частные медицинские лаборатории МЕДСИ и Инвитро ищут альтернативных поставщиков реагентов из-за задержек или прекращения поставок отряда зарубежных производителей. В пресс-службе Инвитро отметили, что благодаря существенным запасам сейчас задержек нет. Однако в дальнейшем возможны перебои из-за перехода на предоплату, колебаниями курсов валют и усложнившейся логистикой. Это может привести к задерживаниям поставок и повышению стоимости ряда исследований. Продолжение санкций. Пять китайских компаний до конца мая будут вынуждены свернуть производство для модулей проекта Arctic SPG-2. Завод Новотека по производству сжиженного природного газа мощностью около 20 млн тонн в год должен был стать крупнейшим России. Его планировали запустить в следующем году и полагался он на китайское оборудование. Будем наблюдать, как дальше будут развиваться события. В продолжении темы газа все греческие газовые компании перешли на оплату российского газа в рублях. На поставки из России приходится от 45 до 55% импорта в зависимости от сезона. По мнению специалистов, заменить российский газ какими-либо другими источниками в ближайшие годы не удастся. Крупнейшая в мире сеть кофеин Starbucks официально заявила об уходе с российского рынка. Компания закроет 130 своих заведений, но продолжит выплачивать зарплату почти 2000 российских сотрудников в течение полугода и поможет им перейти на новую работу. Вы посещали Starbucks? Пишите в комментариях. В Казахстане заморозили 21,5 миллион долларов в трех дочерних компаниях российских банков, таких как Сбербанк, Альфа-Банк и ВТБ. Однако в Казахстане эту информацию опровергли и заявили, что заморозка активов связана с действиями зарубежных корреспондентских банков. Ну, типа мы тут ни при чем. Российский дипломат Борис Бондарев уволился из представительства России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Он пошел на этот шаг в знак протеста против спецоперации на Украине. Бондарев на своей странице в социальной сети опубликовал пост, в котором объяснил причину ухода из системы Министерства иностранных дел. Цитата. «За 20 лет моей дипломатической карьеры я видел разные повороты нашей внешней политики, но никогда мне не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года». Дипломат считает спецоперацию, которая, по его мнению, направлена не только против Украины, но и против Запада. Цитата. «Не только преступлением против украинского народа, но и, возможно, самым серьезным преступлением против народа России». Безжалостные законы депутат Верховной Рады Украины, член партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая внесла законопроект, согласно которому офицерам Военных сил Украины предлагается разрешить убивать солдат, отказавшихся выполнять приказы или самовольно оставившихся позиции. В действующем документе указано, что в боевой обстановке командир может применять оружие или отдать подчиненному приказ о его применении, если иным способом невозможно прекратить криминальное правонарушение, при этом не причиняя смерти военнослужащему. Проектам предлагается исключить из документа последнюю часть фразы, при этом не причиняя смерти военнослужащему. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Помните депутата от КПРФ Валерия Рашкина? Так вот, Саратовский областной суд отменил его апелляцию по делу об убийстве лося на незаконной охоте. Ранее сообщалось, что он был приговорен к трем годам условно. На данный момент рассматривается вопрос о решении его мандата. Если документы придут оперативно, то рассмотрим их на этой неделе. Если задержатся, то после региональной недели. Все же ясно, убирают неугодных. Вначале Бондаренко, теперь Рашкин. Вот что значит свобода слова, свобода выбора. Новые технологии или тотальная слежка? Мастеркард тестирует новую технологию, которая позволяет покупателям совершать платежи только лицом или рукой на кассе. Во вторник компания запустила программу для розничных продавцов, предлагающую биометрические способы оплаты, такие как распознавание лиц и сканирование отпечатков пальцев. Друзья, а ранее я вам рассказывала, что хотят ввести штрафы для пешеходов. А как они смогут это сделать, только собрав у всего населения биометрию? Посредством банков, а также госуслуг. Ну, а впрочем, решать вам, пользоваться новшеством или нет. И вспомните, как часто происходят утечки данных. Вы сдавали свою биометрию или против этого? Пишите в комментариях. Я благодарю всех спонсоров и донатеров. Вы помогаете нам нести правду людям. Ваша поддержка для нас очень важна, потому что других источников дохода у нас нет. Google отключил монетизацию по всей России. Поэтому есть только вы. Благодаря вам мы существуем. Помогайте нам через Donational Iders или подпиской на Boosty. Все ссылки в описании. О новой заразе. И нет, это не новый вариант короны. Президент США Джо Байден заявил, что всем следует проявлять обеспокоенность из-за распространения оспы обезьян. Всемирная организация здравоохранения уже подтвердила более 130 случаев заболевания в мире. Еще 106 фактов расследуются. Сообщения о заражениях поступили из 17 стран, преимущественно из Европы и Северной Америки. Данную ситуацию назвали атипичной, так как подавляющее большинство пациентов не ездили в страны, где это заполевание распространено. Не новая ли это зараза, которую хотят запугать, рассадить всех по домам? Ведь так удобнее управлять людьми. Понравилось им это в период пандемии. А также можно всех опять уколоть. Потому что от короны сейчас прививаться стало меньше людей, вот и придумали новую заразу. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Застройщики в Москве и Санкт-Петербурге из-за краха ипотеки потеряли почти половину спроса на жилье. Ипотека выросла, а после так называемого укрепления рубля и снижения доллара обратно не вернулась. В апреле в стране выдали в 4 раза меньше ипотечных кредитов, чем в марте. Девелоперы в регионах не продали практически ни одной квартиры в апреле. Максимальное падение продаж зарегистрировано в Волгограде 99%, в Казани 98%, в Кургане 97%. В нескольких регионах доля жилищного кредитования достигла 100% спроса. Ну и насчет укрепления рубля и снижения доллара. Укрепление рубля и высокие цены на нефть временно сдерживают инфляцию, однако это ненадолго. Резкое укрепление валюты за счет бурного роста экспорта товаров одной доминирующей отрасли тормозит развитие других отраслей, что в будущем чревато разгоном цен. Реальное ослабление рубля до 70-80 за доллар начнется тогда, когда страны Евросоюза договорятся хотя бы о частичном нефтяном эмбарго. Данное решение может быть принято неожиданно. Что вы думаете по поводу дальнейшего роста рубля? Будет ли он отрицательным? Пишите в комментариях. Ну а на этом у меня все. Берегите друг друга. С вами была Любовь Орлова.